МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не случайно музыкальные критики отзываются о ней исключительно в превосходных тонах. Серебряная сопрано неоклассики, богиня вокала, дива, чей голос навсегда западает в душу слушателей. Я пела джаз, я пела рок, у меня были какие-то там безумные группы. И, конечно, это все панковское детство. Кожаные штаны, сигареты, вот это все пришлось отказаться, потому что, конечно, несовместимо пение женское, высокого голоса с сигаретами. А потом Настю по-настоящему увлекло оперное пение. Музыкальное училище, затем консерватория, ее голос уникален. И дело не только в диапазоне в три с половиной октавы. Настя – это такой замечательный момент в моей жизни. Она настолько талантливая. Вы знаете, она вот ископаемая, которую надо копать еще и копать. Благодаря Насте, ее маме, я первый раз вышел на российское телевидение. Голос Анастасии гибкий, но при этом звучный и глубокий. Ему под силу любые женские оперные партии. А еще он удивительно возник на слушателя. Вы знаете, очень много людей подходят и плачут просто после концерта. Говорят, как это, что у тебя такое в голосе? Это действительно от Бога, это именно вот тембральное что-то. Ее тембр называют «сопрано с серебром». При этом сама певица считает, что универсальный голос – это не очень хорошо. Серьезному вокалу необходима специализация, иначе его можно вообще лишиться. Потому что Мария Калас, которая исполняла абсолютно все, она пела и Кармен, она пела и Травиату, она пела и все колоратуры. Вот она, к сожалению, многие критики считают, что только из-за этого она так рано потеряла голос. Потому что она очень много разбрасывалась. Зато никакого режима и никаких ограничений. Ее голосу это не нужно, уверяет Анастасия. Хорошее занятие. Оно сравнивается с полуторачасовой тренировкой в тренажерном зале. Все твое тело работает. Не только горло, не только голос. Работает все тело. Голос для певицы не просто ее рабочий инструмент. Голос – это я. Я не могу отделить голос от себя. То есть если у меня не будет голоса, не будет меня. Это абсолютно физическое ощущение, которое, я не знаю, можно сравнить с сексом только. Голос заслуженного артиста России Сергея Чунишвили мы слышим практически на каждом шагу. Официальный диктор центральных телеканалов, голос из рекламы, мультфильмов и компьютерных игр. Кроме того, Сергей играет в театре и кино. Озвучивает аудиокниги. Но однажды раздается звонок. Телефон действительно принимается звонить прямо у меня на глазах, сотрясая воздух реального мира. Он мечтал стать вторым кустом, а стал актером. Химия никак не давалась, а без нее на биологическом факультете делать было нечего. Пришлось пойти по стопам родителей – артистов Омского драмтеатра. Те сначала отговаривали сына, пугали трудностями профессии, но затем взмирились. Океан никому не принадлежит, несмотря на то, что существуют свои водоразделы и границы. То же самое. Быть актером – это значит проживать энное количество жизней за тот период времени, который отпущен тебе. В начале 90-х наступил период, когда в кино не звали и в театре ролей не предлагали. Сергея начал кормить голос. Микрофон начал помогать жить. Я порядка, наверное, 46-47 кастингов я пролетел голосовых, а потом как-то потихонечку-потихонечку стало что-то получаться. Причем начинал я как бы началом своей работы, я считаю, это 93-й год, это радио «Максимум», началось все оттуда. А потом дальше уже пошло другие радио, телевидение. В настоящий момент самое важное для меня – это документальное кино и книжки вслух. Секрет дикторской профессии прост, уверяет Сергей. Главное – быть для слушателя собеседником, а не просто безликим закадровым голосом. Когда меня спрашивают, выслать ли вам текст, я говорю, нет, потому что мне дальше будет неинтересно с ним работать. Я прихожу, включаю свой организм, смотрю кино, озвучиваю это кино, поскольку, в принципе, уже навык этих фильмов, он километрами исчисляется, то, в общем, в принципе, понятно, в какой манере то или иное дело ты можешь делать. За всю свою актерскую карьеру Сергей дважды терял голос. Однажды просто осип под конец работы. В другой раз все было гораздо серьезней. Был случай, когда в 98-м году мне два накачанных каких-то молодца дали просто по роже, разбили мне левую часть лица, но вот эта часть не работала, а вот этой частью я работал прекрасно два дня, и все шипящие, свистящие, скорость, она в общем была. Так что важно, что пол лица тоже можно работать. В личных целях, то есть в повседневной жизни, Сергей магию своего голоса не использует. Но вот представить, что уйдет из профессии, просто не может. Вообще, я подозреваю, что если я когда-нибудь, не дай бог, стану парализованным, главное, чтобы у меня работал аппарат, потому что странички мне могут перелистывать кто-нибудь, а главное мне, чтобы вовремя перелистывали, экран был виден, и микрофон стоял в нужном направлении, чтобы он не заплевывался. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Красносельская. Этого мужчину по голосу может узнать вся Москва. Зато в лицо он практически никому не знаком. Сергей Куликовских уже 20 лет работает голосом столичного метрополитена. Я работал на, тогда уже на бывшем всесоюзном радио, диктором, и мне предложили попробовать. Я не то, что несерьезно к этому отнесся, но просто предложили, я пришел, попробовал и ушел. Потом раздался звонок, потом еще один, второй, третий. И вот уже почти скоро 20 лет, как я прихожу в эти стены и звучу в московском метро. Оказалось, что Сергея взяли на работу за то, что его голос очень похож на голос самого известного советского диктора. А-ля Левитан, из меня был, я его вымарал. И, наверное, это и сыграло определенную роль, потому что это было новым, но в то же время основа была старой, достойной школы. Все эти 20 лет Сергею приходится очень бережно относиться к своему здоровью. Я никогда стараюсь не кричать, я громко вообще не разговариваю. Я не курю, не пью, я соблюдаю режим, я вегетарианец. Даже я никогда ничего не ем, когда я иду на запись. Я не пью горячие напитки. То есть здесь целая система. Сергей – один из немногих людей, кто знает, почему при поездке в центр и из центра звучат разные голоса. Для слабовидящих людей, чтобы они слышали мужской голос, он их настраивал в сторону центра, женский – наоборот. При выходе из поезда не забывайте свои вещи. А вот и обладательница женского голоса столичного метро. Уже несколько лет голос Юлии Романовой-Кутиной звучит практически на всех ветках подземки. Станция Таганская. Переход на кольцевую линию и станцию Марксистская. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Китай-город. Мы спросили людей на улице, как, по их мнению, может выглядеть обладательница голоса столичной подземки. Женщина 45, ну максимум 50 лет. Такого нехрупкого телосложения. Достаточно низенькая, ну, я думаю, метр 70. Чуть-чуть полноватая средняя такая. А теперь я вам хочу представить голос московского метро. Это Юлия, которую вы описали. Похоже, похоже. Вот это вот тот голос, который вас успокаивает. Немножко не попали. Ну, мне приятно, что я успокаиваю еще единственный пассажир. Приятного пути. Действительно трудно поверить, что такой глубокий и волнующий голос может принадлежать юной девушке. Оказывается, над своим тембром Юле пришлось очень серьезно поработать. Ведь раньше девушка работала ведущей детской программы. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы поговорим с вами об очень интересных молодежных вещах. Вот такой у меня был голос. И когда я сюда пришла, он, собственно, оставался таким же. Мне сказали, ну, дорогая, так нельзя. Это все-таки метро. Прошел не один день, прежде чем Юлия смогла добиться желаемого результата. Я просто знала упражнения, которыми можно было сделать голос ниже и более женственным. Да, вот из детского уже превратить его в такой более женский. И месяца два-три, наверное, я дома говорила, не осторожно, двери закрываются, а я просто ходила и говорила таким грудным звуком. Бабушка очень пугалась поначалу. Сразу после короткой рекламы. Благодаря кому мы постоянно слушаем фразу «абонент недоступен», как на самом деле выглядит интим по телефону и почему девушки влюбляются в большую танцевальную мышь.